Добрый день! Темой сегодняшнего обзора будут автоматические станции водоснабжения на базе поверхностных насосов Акварио. Отличие станции водоснабжения от простого насоса в том, что станция способна работать в автоматическом режиме. Включаться и отключаться при открытии или закрытии экрана соответственно. Технически насосная станция – это электронасос, укомплектованный дополнительными элементами, позволяющими ему работать автоматически. Отсюда следует, что расходно-напорные характеристики станции определяются входящим в ее состав поверхностным насосом. Различные типы поверхностных насосов Акварио и их характеристики мы уже рассматривали в предыдущих обзорах, поэтому сейчас повторяться не будем. В сегодняшнем обзоре мы покажем то, какие станции могут быть и чем они между собой отличаются. Итак, кроме насоса, основными элементами насосной станции являются реле давления, включающие и выключающие насос, накопительный мембранный бак, гидроаккумулятор, соединительные элементы, манометр для контроля давления при настройке и эксплуатации станции. Станции Акварио собраны с использованием латунного штуцера, на котором установлено реле давления, манометр и шланг в металлооплетке для подключения гидроаккумулятора. Такая компоновка удобна для использования и регулировки реле потребителем. Кроме того, соединительный шланг имеет большой диаметр 1 дюйм, что позволяет воде поступать в гидроаккумулятор, равно как и поддаваться из него потребителю с минимальными гидравлическими потерями. Также мы обратили внимание, что гидроаккумулятор объемом 24 литра, применяемый в станциях Акварио, имеет площадку для установки насоса оригинального дизайна. У других производителей ничего подобного мы не наблюдали. Как нам объяснили инженеры Акварио, такая форма площадки обеспечивает большую устойчивость насоса, как при транспортировке, так и при эксплуатации. Однако на рынке достаточно распространены и другие варианты станций, производители которых используют упрощенную комплектацию, отказываясь от одних комплектующих и экономя на других. Например, существуют насосные станции без латунного штуцера. В них реле давления, манометр и соединительный шланг зауженного сечения всего полдюйма и даже меньше крепятся прямо на корпусе насоса. При этом производители таких станций, экономя на комплектующих, жертвуют удобством потребителя при эксплуатации оборудования. Есть комплектация, когда вся автоматика станции крепится на фланец бака. Это еще один вид эконом-сборки станций. Основной ассортимент насосных станций Акварио собирается на гидроаккумуляторах горизонтальной компоновки. Гидроаккумулятор или мембранный бак является обязательным элементом насосной станции. Он необходим для поддержания давления в системе водоснабжения во время остановки насоса. А также он аккумулирует некоторый объем воды, которым можно пользоваться даже при выключенном насосе. Количество аккумулируемой воды определяется объемом бака. Производители баков предлагают их в очень большом ассортименте. От 2 литров до 1000 литров и более. Однако в составе насосных станций Акварио, впрочем, как и у других производителей, наибольшее распространение получили гидроаккумуляторы с номинальной емкостью 18 литров и 24 литра. Считается важным отметить, что фактически запас воды в мембранном баке примерно в двое-втрое меньше, чем номинальная размерность самого бака. То есть, если станция собрана на баке 24 литра, то запас воды составит от 8 до 12 литров. Это особенность всех мембранных баков, независимо от производителя. Как было сказано выше, в основном насосные станции Акварио собираются с применением баков объемом 18 и 24 литра. В названии станции этот ютраж баков не указывается. Отдельные станции из-за большой производительности насосов могут быть укомплектованы мембранными баками емкостью 50 литров. В обозначении таких станций используется пояснение в названии модели 50L. Кроме того, в ассортименте насосных станций Акварио присутствуют модели с емкостью бака 8 литров и 2 литра. Восьмилитровая станция получила название с указанием литража бака 8L, а двухлитровая станция получила приставку Mini. Станции с такими маленькими гидроаккумуляторами собираются только на базе насосов малой мощности и небольшой производительности. Они выглядят очень компактно и, как уверяют производители, пользуются хорошим спросом у потребителей благодаря своим небольшим габаритам и выгодной цене. Кроме баков из обычной углеродистой стали, для сборки некоторых моделей компания Акварио применяет баки, изготовленные целиком из нержавеющей стали. Преимуществом таких баков является гораздо большая коррозийная стойкость по сравнению с обычными баками и, к сожалению, более высокая цена. Такие станции имеют в своем названии обозначение Inox. В линейке насосных станций Акварио также имеются станции, дополнительно укомплектованные блоком защиты насоса от сухого хода. Название этого блока – гидропротектор. Решение предлагать потребителям станций с защитой от сухого хода выглядит совершенно логичным, поскольку, как показывает практика эксплуатации насосов, во многих системах существует риск работы насоса без воды. Станция, укомплектованная таким блоком, имеет гораздо больше шансов не пострадать в случае непредвиденных проблем с наличием воды в источнике. Станции Акварио, укомплектованные фирменным реле Гидропротектор, имеют дополнительное обозначение H. Итак, подведем итог. Станции Акварио на базе поверхностных насосов имеют те же характеристики, что и сами насосы. Для ознакомления с ними рекомендуем посмотреть обзоры поверхностных насосов Акварио. Станции Акварио собираются только через пятиходовой штуцер и полнопроходную гибкую подводку, что является несомненным плюсом. Компания не экономит на комплектующих и заботится об удобстве эксплуатации станции покупателям. Станции Акварио комплектуются пятью типами мембранных баков. 2 литра, 8 литров, 18 литров, 24 литра, 50 литров и баком 24 литра из нержавеющей стали. Станции Акварио могут комплектоваться фирменной защитой по сухому ходу Гидропротектор. Если у вас отсутствует этот блок, то мы рекомендуем приобрести его отдельно и произвести установку в систему. Для этого не нужно каких-либо специальных навыков. Он просто устанавливается в напорной магистрали через тройник, а электрические соединения благодаря комплектации Гидропротектора вилкой и розеткой интуитивно понятны и по силам даже у специалистов. И не забывайте, все насосы, независимо от производителя, чувствительны к перепадам напряжения в сети. Поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать стабилизатор напряжения. До новых встреч!